Женщина-часа вышла на Netflix. Режиссерский дебют Анны Кендрик. Честно говоря, я считаю, что она справилась с фильмом довольно неплохо. Фильм о реальном серийном убийце родни Алькале сосредоточен на периоде, когда он появился в популярном шоу «Игра в свидании» в 1970-х и встретился с участницей Шерил Брэдшоу. Мы видим эпизоды его убийств с 1971 года до его ареста в 1979 году. Трагедия и бездействие полиции показаны как причины его долгой безнаказанности. Это жуткий фильм, за которым определенно интересно следить. Давайте разберем фильм, сравним с реальными событиями и я поделюсь своим мнением. Вот обзор «Женщины-часа» и концовки. Предупреждаю, это видео будет содержать спойлеры. Мой отзыв о фильме. Я на самом деле считаю, что это хороший фильм. Это дебют Анны Кендрик как режиссера и она справилась отлично. Начальная сцена задала тон всему фильму и было жутко наблюдать за ней. Видеть, как Родни выводит Сару из беспамятства, чтобы повторить все снова было ужасающе. Удаленность места и кадры с точки зрения из салона машины вдалеке показали, насколько беззащитна была Сара в этой ситуации и что побег был невозможен. Говорили, что Родни играл с жертвами перед убийством, и это он часто повторял, прежде чем в итоге убить человека, который был перед ним. Это отвратительно. Мне понравилось, как фильм переходил между разными периодами времени. В основном действие происходило в 1977 году, когда Родни участвовал в шоу знакомств. Но мы видели и другие периоды – 1971, 1977 и 1979 годы, хотя не в линейном порядке. Все происходило непоследовательно. Минута в 78, потом 71, затем может 79. Думаю, это отражало хаотичность убийств Родни и то, что они происходили в разных местах и в разное время. Это также подчеркивало сложность отслеживания и запутанность ситуации, ведь полиция не была бдительна и не воспринимала сообщения всерьез. Некоторые сцены в фильме были действительно напряженными, и зритель это явно ощущал. Каждую сцену, где Родни готовился убить, было тяжело смотреть, но особенно запомнилась та, где Родни находился в баре с Шерилл, и их разговор принял странный оборот. Весь ресторан затих, и мы ощутили паузу в разговоре, когда настрой Родни резко изменился. Это явно было намеренное решение, и оно сработало очень эффективно. Мы увидели истинное лицо Родни за столом, и это напугало Шерилл. Разница в размерах между ними в этом кадре и решение показать это подчеркнуло, что он мог бы легко одолеть ее, если бы захотел оказаться в такой ситуации. Еще запомнилась сцена с Шерилл и Родни на парковке. Его силуэт, двигающийся к ней, зная его намерение, был действительно пугающим. Я не знал о Родни Алька ли раньше, поэтому не был уверен, выживет ли Шерилл, но факт, что она спаслась только благодаря почти идеальное время, показало, как все могло быть иначе, и как она могла стать его жертвой. Что касается игры, актеры отлично справились со своими ролями. Анна Кендрик опытной показала убедительную игру с широким спектром эмоций. Чувствовалось ее желание стать актрисой в Лос-Анджелесе и сильный характер, но также ощущался страх, когда она была рядом с Родни, и это было почти последним толчком, чтобы заставить ее отказаться от мечты. Даниэль Завата в роли серийного убийцы – отличный выбор. Он придал персонажу действительно зловещий оттенок. Отлично сыграл очаровательную внешность с психотическим нутром, впечатляюще и тревожно. Что касается хронометража, темп был довольно хорошим. Фильм шел всего полтора часа, и это было в самый раз. Интересно показали убийцу в период, когда он не убивал, а убийства шли параллельно. Творчески это было необычно, и в отличие от сериала «Мерфи Дарма», здесь меньше внимания уделялось человечности убийцы, что часто бывает проблемой в сериях «Монстр». Родни был жутким на протяжении всего фильма без намека на человечность. Стоит ли смотреть этот фильм? Я бы сказал да. С визуальной точки зрения фильм приятен глазу. Актеры сыграли хорошо, и время пролетает незаметно. Фильм действительно неплох. Довольно коротко. Если хотите увидеть историю родни Алькалы, это может быть то, что вам нужно. Объяснение концовки. К финалу фильма Шерил решила, что больше не хочет жить в Лос-Анджелесе. Это было в 1978 году, после опасной встречи с Родни. К тому времени Лорен снова пошла в полицию и сказала, что человек, убивший Эллисон, был на шоу знакомств, но ее опять не восприняли всерьез. Их бездействие привело к событиям 1979 года – попытке убийства Эми. Эми очнулась, а Родни плакал рядом с ней. Тут она поняла, что вместо сопротивления ей нужно быть доброй, делая вид, что не потрясена его действиями, и не хочет, чтобы он рассказывал, ведь ей будет стыдно. Она даже не выбежала из машины, увидев проезжающего мимо. Вместо этого она дождалась момента, когда Родни поехал на заправку, оставив ее в машине, так как уже доверял ей. Тогда она сбежала и вызвала полицию, что в итоге привело к его аресту и заключению под стражу. Это напомнило о той стороне Родни, о которой мы слышали во время его ужина с Шерил, когда он говорил, что любит внимание. В этом случае Эми притворилась, что простила Родни и хочет быть с ним, хотя на самом деле это был ее план выживания. Думаю, поэтому он и оставил ее в живых, она якобы приняла его, делая вид, что сама виновата. Сравнивая реальные события с фильмом, можно заметить некоторые различия. Похоже, что в фильме не использовались настоящие имена жертв, им дали другие имена. Эми, Чарли и Сара не были жертвами Родни, но одну женщину звали Шарлотта. Что меня поразило в этой истории, так это то, что Родни выпустили под залог после заявления Моник в полицию. Моник – реальная 15-летняя девушка, сбежавшая от Родни на заправке. Находясь под залогом, он убил 21-летнюю Джилл и 12-летнюю Робин с разницей в неделю. На суде Родни признали виновным в убийстве Робин и приговорили к смерти. Приговор отменяли дважды, но в третий раз смертный приговор был утвержден. С развитием ДНК-технологий его ДНК нашли на местах убийств других женщин. Это значило, что на третьем суде за убийство Робин учли и другие убийства. Помимо этого, он признал вину и получил срок от 25 лет до пожизненного за два других убийства в Нью-Йорке. В реальности, Шерилл не пошла на свидание с Родни после участия в шоу. Говорят, она нашла его жутким, и это стало причиной ее отказа. Профайлер считает, что убийство трех женщин после шоу могло быть вызвано полученным отказом. У Родни 8 подтвержденных жертв, но возможно до 130 связанных с ним дел, что делает его настоящим монстром. Родни Алькало умер 24 июля 2021 года от естественных причин в тюрьме Калифорнии. Итак, вот и все о «Женщинах часа», обзор фильма и объяснение концовки. Субтитры создавал DimaTorzok